За 10 лет существования программы Югорского фонда капитального ремонта собираемость взносов от жителей по региону выросла до показателя в 94,5%. По данным регоператора, на общем счете, его еще в народе называют общий котел, больше всего денег накопили в двух городах округа. Нижневартовский и Сургут. 6 миллиардов 700 миллионов рублей и 7 миллиардов 600 миллионов рублей соответственно. Сумма нашего муниципалитета, а это результат не стопроцентного сбора средств, до него не хватает 6%. Вместе с тем в программе капремонта на этот год стоят 75 сургутских МКД. Планируется, что в 39 многоэтажках обновят фасад, в 9 выполнят утепление обшивки здания. В ряде домов ожидается реновация инженерных сетей. На 31 адресе пройдет замена кровли. Почти 12 миллионов рублей в 2022 году потребовалось, чтобы капитально отремонтировать крышу пятиэтажки номер 3 на улице Декабриста в Сургуте. К слову, собственники 40-летнего здания ренпроекта задолжали регоператору 260 тысяч, а собрали на реконструкцию многоквартирника немногим больше 7 миллионов 200 тысяч рублей. Это почти 98% внесенных платежей. В апреле у жильцов квартиры верхнего этажа потекло с потолка. Почему подрядчик признает выявленные дефекты низким качеством своей работы, а Югорский фонд капремонта не подтверждает этот факт? Какие меры предприняты были управляющей компанией, и когда, возможно, ситуация разрешится, выяснила Карина Александровна. Семья Оксаны Грагуленко проживает на верхнем этаже дома номер 3 на улице Декабристов. Вода, в ловушке которой оказались кухня и коридор квартиры сургутянки, бежала с крыши. Утро 14 апреля у жильцов квартир верхних этажей. На Декабристов 3 началось коммунальные проблемы. Талые воды, которые начали топить жилые помещения, капают в подъезде даже до второго этажа. Мокрые следы на стенах и потолке в подъезде жильцы пятиэтажки, говорят, стали замечать еще за 10 дней до ЧП. Как рассказали соседи Оксаны Грагуленко, кроме ее квартиры и общего имущества, пострадавших нет. Но есть и те, например, кто живет ниже этажа женщины и боится, что вода рано или поздно найдет путь до их квадратных метров. Пришла к нам, вот я спрашиваю, вы были, как бы, первый раз у нас в подъезде? Она говорит, да, я говорю, а мы 5-го числа позвонили, ну, по горячей линии, что у вас весь подъезд бежит до первого этажа. Нам, она сказала, ну, развела, убежала. Я говорю, куда вы побежали сейчас? Придут люди, ну, как бы, интервью, может, возьмут у вас, объяснитесь им. Мне некогда, я убежал. Все, вот ее ответ. С 5-го числа. Вы на какой-то же? На 4-м, вот, под соседями, да. На стол же, так кажется? Нет, такой нету, слава богу, но все равно она, как бы, бежит все. Мне муж в 11 часов звонит, говорит, свет моргает и отключается. Тумблер упал, все. Я звоню электрикам, приезжают электрики, потом мне оттуда в диспетчерские звонят. У вас все сухо, у вас все хорошо. Вот результат. Сегодня, пол восьмого, мне дочка звонит, говорит, соседка стучится напротив. И отправляет мне видео. И видео есть, как вот, где звонок. Также могу показать, как оттуда искрится все вот это. Приходил сегодня электрик, вот, обесточил мне. Без кухни я, без... Ну, вот, только в зале у меня свет есть. Первым делом, когда произошло коммунальное ЧП, представители хозяйственной организации обесточили пострадавшую от воды квартиру. После хозяйка осталась наедине с провисшим от тяжести жидкости натяжным потолком и мокрыми стенами. В попытках найти ясность для дальнейших действий женщина звонила мастеру участка. У меня сейчас потолок натяжной лопнет. Дальше что? Она не лопнет у вас. В смысле не лопнет? Я что, на обувь буду, что ли? Вы что говорите? Я на другом объекте. Мне надо было срочно уехать. Нет, а у меня не срочная проблема, что ли, или что? Вы почему на меня кричите? Я понять не могу. Мне? Как жить? Я без света. У меня сейчас лопнет потолок. Вы на другом объекте. Дальше что? Через сколько? Я не могу вам сказать. Я вам перезвоню, когда будет. По словам Оксаны Грагуленко, представитель управляющей компании, к ним в квартиру приехал в тот же день после 7 вечера. Сотрудник повторно проверил электрику и слил три ведра воды с натяжного потолка. Через пару дней специалист вновь приехал на адрес, перераспределил напряжение, обесточив коридор. На наш редакционный запрос в хозяйствующую организацию поступил ответ, что потоп в пятиэтажке случился из-за некачественного капитального ремонта кровли в 2022 году. 14 апреля 2024 года в результате протекания кровли была потоплена кухня в квартире на улице Декабристов, дом 3 в городе Сургуте. Силами УКС Жилсервис устранялись протекания с кровли на чердачном помещении. В дальнейшем будет оценен ущерб, причиненный собственнику квартиры, а также общему имуществу МКД, который будет возмещен за счет виновных лиц. Егорский фонд капитального ремонта и подрядчика ООО «Оптиум-У», некачественно выполнивших работы в 2022 году по капитальному ремонту кровли, указанного выше МКД. Исходя из официального ответа, управляющая компания совместно с подрядчиком вышли с инспекцией на крышу многоэтажки. По результатам обследования исполнитель признал выявленные дефекты. Например, частичное отслоение гидроизоляционного ковра от основания кровли. Впрочем, в телефонном разговоре со специалистом Югорского фонда капремонта начальник Сургутского сектора службы технического заказчика-рекоператора опровергла вину организации. Течь в кровли проходит в том месте, где стоят предокоммуникационные вышки. Соответственно, обслуживать эти вышки должна управляющая компания. Они за это получают деньги. Подрядная организация, которая выполняла ремонты по крыше в 2022 году, замечаний не было ни в 2023 году, крыша не текла. Соответственно, течь в кровли назначена не по вине подрядной организации. Пагетом стойка шатается, и болты раскручиваются. Управляющая компания должна их подтягивать постоянно. То есть течь пошла через вот эти вот отверстия для болтов? Да. Спустя неделю после потопа журналисты телеканала Сургут-24 снова встретились с нашей героиней, чья квартира пострадала, чтобы поинтересоваться, какая работа после коммунального ЧП ведется. И ведется ли вообще. Как будто ничего не случалось. Ни УК, ни... Не было. Ничего не было. И также тишина на крыше, у нас слышность хорошая. Все, все живут дальше. Зачем я буду в управляющую компанию звонить, говорить спасибо? Вам спасибо скажу. Да, если бы тогда мы приехали, мы бы... Я не знаю бы, что мы делали. Зашевелились только после вашего приезда. Когда мастер, да? Мастер к нам? Даже она бы хотя бы вечером позвонилась, присылала. Как у вас дела? У нас течь как бы между швами сказали оттуда. И все затекало к нам. Вот если показать, там видно, если туда залезть, все открыто, все сушится. Как добавила начальник сургутского сектора службы технического заказчика Югорского фонда капремонта, цитирую. Никаких видимых нарушений по кровле не обнаружено. После того, как растает снег, мы сможем коллективно пройти с управляющей компанией, с подрядной организацией. Еще раз посмотреть. Конец цитаты. Карина Алексынян, Сергей Коликов, Данил Панков. Специально для программы «Новости. Главное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова